Всем привет! С вами Евгений, мой был Telephone.ru и вторая часть видеообзора LG G3. В первой я рассказал о дизайне, 2К экране, результатах в бенчмарках, отличиях между европейской и корейской версиями G3, а также продемонстрировал игровые возможности южнокорейского флагмана. Теперь я поведаю о камере, звуке, интерфейсе и интересных предустановленных приложениях. И не забывайте читать подробный обзор на сайте, ссылка на который указана в описании. В G3 используется 13-мегапиксельная камера с двойной LED-вспышкой разных тонов для обеспечения реального цвета кожи, лазерный автофокус, такая темная область слева от камеры, система оптической стабилизации изображения и шестилинзовая оптика со светосилой f2.4. Интерфейс прост и удобен, с правой стороны переход в галерею, запись видео, фото, назад, слева. Это сокрытие настроек, вспышка, переключение на фронтальную камеру, режимы, авто, волшебный фокус, когда выбирается фокус на ближний, на дальний план, панорама и двойной режимы. Это когда фотографируется или записывается видео сразу на переднюю и на заднюю камеры. Шестеренка переводит нас в настройки, есть режим HDR-авто, когда камера сама решает, включать HDR или нет. Далее выбор разрешения, камера 13-мегапикселей максимальная, видеокамера Ultra HD, то есть 4K. Есть у видео еще Full HD, HD и HD при 120 кадрах в секунду. Ну, фотографии 3, 9, 10, 13. Голосовая активация. Далее задержка. 3, 10 секунд. И сетка. У фронтальной камеры предусмотрен 8-позиционный регулятор корректировки лица, ну, для тех, кто делает селфи в сонном состоянии. Также для селфи предусмотрен отложенный на 3 секунды пуск камеры. Чтобы подготовиться, нужно поднять ладонь вверх и сомкнуть ее в кулак. Обратный отсчет и фото. Сильными сторонами фотокамеры G3 является цветопередача, своеобразный рисунок в боке, хотя кому-то он может показаться неестественно мультяшным, быстрая и точная фокусировка, даже при недостатке света, например, Galaxy S5 в тех же условиях наводится значительно хуже, и минимум смазанных кадров. При достаточном освещении снимки порадуют вас хорошей детализацией и приятными цветами. При слабом освещении диафрагма F24 дает в себе знать и фото обильно усыпаны шумами. Однако на помощь приходит двойная вспышка двух тонов. Она яркая и смешивает оттенки таким образом, что предмет в кадре имеет естественные цвета даже при съемке в сложных условиях. Максимальное разрешение видео составляет 4К. Качество видеоряда с ним получается потрясающим, и благодаря оптическому стабилизатору снимать классное видео можно с рук без штатива, в отличие от OppoFan 7. Лазерная фокусировка наводит камеру на объект не так быстро, как хотелось бы, зато очень плавно, я бы даже сказал художественно и точно. Хотя определить небольшой предмет, типа одуванчик в кадре, ей не по силам. Но в то же время в режиме фото проблем с этим одуванчиком нет. Если следящий автофокус подводит, то можно произвести ручную фокусировку. Для этого достаточно ткнуть пальцем в экран, и постоянный фокус отключится. Обратно включается по нажатию на букву AF. Микрофоны у G3 оптимизированы под запись голоса, вследствие чего пение птиц, шум дороги отсекаются или превращаются в кашу. Смотрите примеры фото и видео в подробном обзоре на сайте, ссылка в описании. За звук отвечает аудиочип Qualcomm WCD9320, такой же как у LG G2. Он является частью чипсета Snapdragon 800-801. И в связке с JBL Synchros S700, а также Sennheiser Momentum, смартфон играет очень хорошо. Запас по громкости примерно как у G2, то есть достаточный большинству слушателей. Звук чистый, сравним с тем, что выдает HTC One M8. Сейчас в основе LG G3 лежит Android 4.4.2 KitKat с переработанной оболочкой Optimus. В сравнении с G2 интерфейс стал более плоским, воздушным и легким. Не полный редизайн, конечно, но как свежая и актуальная тема, вполне. Будет обидно, если G2 такой лаунчер не заполучит. Он клевый. И я надеюсь, что микролаги, которые способны подпортить впечатление от пользования такой мощной машинки, уйдут в прошлое вместе с апдейтами. В оболочке есть обычные столы для виджетов. Кстати, крутой виджет Smart Notice с погодой, временем и подсказками. На столах можно размещать иконки, конечно же, и папки. У папок возможна смена фона. Ну а есть и необычный стол, подсказки и программа LG Health. Считать шаги, калории и прочее. Подстроить интерфейс под себя позволяют загружаемые темы и шрифты, эффекты прокрутки, а также настраиваемые сенсорные кнопки внизу экрана. К традиционным кнопкам «Назад, домой» и «Недавно открытые» программы можно добавить уведомления «Cue Memo Plus», «Cue Slide», «Двойное окно». Меняется их порядок, цвет, белый, черный и их градации. Включается прозрачность и сокрытие в тех программах, где такое не предусмотрено разработчикам. Ну, например, в GTA San Andreas. Экран блокировки можно украсить за счет виджетов, ярлыков, анимации погоды, эффекта выключения, эффекта при разблокировке от пальца. Включить или выключить экран можно двойным тапом по стеклу. Если дисплей выключен, то активация происходит двойным тапом в любом месте. Если телефон работает, то на рабочем столе тапаете на свободном месте, либо если рабочий стол занят или вы находитесь в каком-то приложении, то тапаете на строку уведомлений. В выключенном состоянии возможен быстрый запуск камеры и создатели заметок «Cue Memo Plus» по удержанию кнопок уменьшения и увеличения громкости. Сейчас я зажимаю кнопку уменьшения громкости. Запустилась камера. А теперь зажал кнопку увеличения громкости. «Cue Memo Plus». Штурка уведомлений содержит ползунки яркости и громкости клавиши быстрого доступа к различным функциям. Можно менять их порядок, отключать ненужные, в том числе яркость и громкость. В этих клавишах скрыты и дополнительные функции. Например, «Cue Slide» и «Cue Remote». Открывают, соответственно, мини-приложения «Cue Slide» и пульт «Cue Remote». Не обязательно заходить в приложение пульта дистанционного управления, можно просто опустить шторку. Что такое приложение «Cue Slide»? Например, калькулятор. Вот программа работает в окне. Можем уменьшать, менять прозрачность. Можно запустить таким образом две программы. Если хотим перейти в полноэкранный режим, то это можно сделать. Очень просто. Двойное окно позволяет запускать сразу два приложения в верхней и нижней частях. Допустим, я могу запустить YouTube и параллельно переписываться. Переписываться. Подгрузилось. И теперь я могу менять высоту приложений. Приложение для создания заметок «Cue Memo» может запускаться через ярлык в меню приложений, соответственно. Либо через шторку, через кнопку увеличения громкости в выключенном состоянии, либо по свайпу от виртуальных клавиш. Подняли немного палец. Здесь «Google Now», «Cue Memo» либо «Голосовой помощник». Но русского он не знает, так что нам он бесполезен. Запустил «Cue Memo». Здесь мы можем рисовать. Выбираем толщину, цвет. И делаем пометки. Настройки выводятся списком или вкладками. Мне более удобен список, так что буду показывать на нем. В главном экране можно включить упрощенный режим «Easy Home» для неопытных пользователей. На рабочем столе отображается погода, время, звонилка, контакты, смс. В общем-то, оформление напоминает кнопочные телефоны для пользователей, которым сложно освоиться в сенсорном интерфейсе. Можно добавить сюда дополнительные иконки. И настройки по умолчанию имеют увеличенный шрифт. Имеется фирменный способ блокировки кнопок «Code». Заключается он в том, что вам нужно зашифровать от 3 до 8 постукиваний по 4 частям квадрата. Ну, например, так. Подтвердили. Есть резервный пин, если забыли команду. Ну, теперь пробуем. Обратите внимание на зону активную. Вот так это происходит. Конечно же, есть и жесты. Самый полезный, мне кажется, это ответ на входящий вызов поднесением телефона к уху. Те, кто считает этот телефон крупным и не могут справиться с ним одной рукой, для них предусмотрена звонилка, номер набиратель для одной руки и для одной руки клавиатура. Клавиатура очень удобная и гибкая. Поддерживается ввод жестами «Свайп». В настройках можно регулировать высоту и раскладку. Например, выбор клавиш внизу. Высота. Тема. Еще есть такая фича, как буфер обмена. Последний текст и картинки. Пункт «Карта памяти». Напоминаю, что G3 продается в версиях, где 16 гигабайт или 32 гигабайта памяти. И в этом пункте выясняется, что приложение ставить на внешний накопитель нельзя. Аккумулятор. Здесь у нас энергосбережение. Имеется еще гостевой режим. Пункт «Настройки фирменного чехла» Quick Circle. Опция разработчика с активацией среды арт. У меня работает сейчас. И о телефоне. Набор предостановленных программ является достаточным на первое время, но потом к вашим услугам. Play Market и фирменный магазин приложений LG Smart World. Стоит упомянуть галерею с изменяющимися в размерах превьюшками. Фитнес-приложение LG Health, считающее ваши шаги, дистанцию и калории. Голосовой помощник Q-Voice. Не знает русский. Браузер с возможностью сохранения веб-страниц во всю высоту. Музыкальный плеер с эквалайзером и регуляторами тона и скорости. Видеоплеер с функцией зума, оконным режимом. А также пульт Q-Mode. Ну а теперь сделай выводы по двум частям. LG не стала торопиться с презентацией G3 в начале года и решила переждать бурю, в которой столкнулись HTC One M8, Sony Xperia Z2 и Samsung Galaxy S5. Страсти улеглись и LG G3 предстал крайне любопытным предложением за те же деньги – 30 тысяч рублей. Он единственный из них предлагает оптическую стабилизацию изображения, экран высокого разрешения 2K и большую диагональ 5,5 дюймов в корпусе, как у конкурентов. Жаль, что версию, где 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти, на старте в России выкатывать не стали. Модель выглядела бы в глазах потенциальных покупателей гораздо привлекательнее при сохранении такой же цены. Но даже текущая модификация G3 смотрится молодцом на фоне оппонентов и будет смотреться еще лучше после выхода первых обновлений. Спасибо за внимание, с вами был Евгений. Смотрите первую часть видеообзора, если пропустили, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, если не являетесь нашим подписчиком и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok